Шаббат шалом, прямая трансляция из Киева, Эр-Шаббат. Шафар звучит, не, не шафара, но в записи я включаю звучание шафара, небесных труб. О, аллилуйя, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава. Аллилуйя. Звучат шафары. Аллилуйя. Аллилуйя. Шаббат шаббат на особенной, особенной, особенной шаббат. Заканчивается тринадцатая Элуда, наживаясь 14 число. Полнолуния уже месяца будет. Заканчивается тринадцатая Элseven. Заканчивается тринадцатая Эл soir. Заканчивается тринадцатая Эл 기다렸ная горность. Адерин Anita pilадина. Заканчивается тринадцатая верно. Да, шафар, это божественная труба, праздник трубь приближается. Спасибо Господь за этот вечер, пятница, спасибо за начало субботнего дня, окончание недели, шести дней творения, в которой мы тоже творим, мы сотворяем что-то, мы творчески работаем, мы зарабатываем, мы трудимся. И спасибо Тебе, Господь, что каждую пятницу мы входим в эту Твою божественную тишину, в этот Твой шаббат. Шаббат, Святой Шаббат, Святую Субботу, спасибо Тебе, Господь, за этот особенный день. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, благословен Спаситель наш, благословен, благословен Господь отныне и вовек, благословен наш любящий Отец Небесный. Аллилуйя. Да, приветствую всех вас, братья, сестры, дорогие друзья. Приветствую всех святых, приветствую всех, кто подключается в прямом эфире, вот, и кто потом на Ютубе будет смотреть записи. Приветствую всех, слава Богу. Приветствую свою семью, надеюсь, мои уже тоже подключаются. Ну вот, супругу моя, Инна Сергеевна, благословляю свою супругу, благоценную благословляю детишек наших, Анастасию, Николая, Серафима, Татьяну, Сережу, Инну, благословляю зятя моего Михаила, внуку моего Антона, благословляю всех вас, благословляю ваши семьи, родных, ближних, все, кто подключился сейчас, и кто потом записи будет смотреть. Сегодня начало субботнего дня, как в Библии написано, и был вечер, и было утро, день, ну, в данном случае, вот, седьмой. Вечер седьмого дня, начало седьмого дня. Потому что в гражданском нашем исчислении обычно мы с утра до вечера отсчитываем дни, вот, вот, но в библейском отчете, интересно, в библейском отчете с вечера до вечера, да, и был вечер, и было утро, день, вот, наступает седьмой день. Это особенный день, это особенный день, это особенное время, вот, благодарение Богу за все. Я, как мог, вот, приготовился к празднованию, хотя понимаю, что учусь этому празднованию, учусь, прошу Бога о том, чтобы, вот, мне научиться шаббатствовать, потому что для народа Божьего остается субботство. Это прекрасно, потому что наш Машиах, Иешуа, Христос, Иисус, Он есть, кроме всего прочего, как мы о нем знаем из Библии, из Нового Завета, Он есть Господин субботы. Это прекрасно, это восхитительно, потому что все им сотворено, им и для Него сотворено. Поэтому Он по праву, Господин субботы. Весь этот мир, Он придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир создан не нами, не волею случая, а волею Божию. По воле Бога Всемогущего этот мир появился на свет. И солнце, и луна, и звезды, и все. Наша планета, наша земля, такая многострадальная земля, истрадавшаяся. Все сотворено было Богом. И каждый раз, когда мы встречаем субботу, удивительная история, мы вспоминаем ту самую первую субботу, ту самую первую благостовенную субботу, когда Бог, всемогущий, всесильный Бог, когда Он сотворив небо и землю, сотворив растительный мир, животный мир, сотворив человека в шестой день, пятница это наш день, пятница это... мы все пятница, потому что Бог создал нас в шестой день, пятницу. Тогда человечество было всего-то ты да я да мы с тобой, как говорится, да? Человечество было всего лишь мужчина и женщина, муж и жена, одна семья всего лишь на свете. Еще бездетная, еще с самого начала они были девственные, они не знали ничего еще, хотя уже заповедь получили, плодитесь, размножайтесь. им было все чудно, первые часы их бытия, наших пра-пра-пра-пра, много раз прародителей, про отца Адама и про матери Евы. Спасибо Боже за наших родителей, спасибо за Адама, спасибо за Еву, они были прекрасны, они были девственны, они были чисты, они были восхитительны, и они, я так понимаю, с великим удовольствием и удивлением встречали свой первый шаббат. Это был удивительный шаббат. Ха! Тогда люди могли понимать растения, животный мир, могли общаться запросто с животными, с птицами, со всеми, со всеми обитателями этой земли, с рыбами. Люди понимали их, все это сущее, и все это сущее, и земля понимала людей, созданных по образу, подобию Творца. Удивительная история. Библия приоткрывает нам, конечно, до конца это непонятная нам история, но то, что происходило 5778 лет назад, это восхитительно. Кстати, уже, уже на днях, уже на днях будем мы встречать, отмечать Новый год, готовимся к Новому году. Сейчас вот полнолуние наступает, месяца, когда этот месяц луны заканчивается, начинается праздник труб, праздник Йон-Труа, в Библии он называется, очень красиво, Йон-Труа, праздник трубного зова, праздник шафаров, праздник трубления, праздник трубного зова. Поэтому я и начал трансляцию записи шафара. Я, значит, не шафарю, ну, у меня здесь нет шафара, вот, значит, но, слава Богу, за вот возможность есть такую скачать и вот онлайн послушать даже здесь. Шафар, так он набрал шафар. Звук шафара. Звук шафара. Звучит шафар. Спасибо тебе, Господь, слава тебе. Слава тебе. На протяжении всего этого месяца мы слушаем звуки шафара. Приготовляясь к празднику трубного зова, празднику сотворения всего мира, создания всего мира, славим Творца. Аллилуйя, 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 славим Творца, славим Господа, Бога всемогущего, славим, Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, за творение Твоё. Благодарю тебя, благословенный Господь, благословенный Царь. Благодарю тебя, 끝�ю тебя. Шафары. Да, при звуках шафаров этих, при глазах архангелов и при трубе Божьей был создан первый человек. На землю пришел второй Адам. Также при глазах архангелов, ангелов, ангельских миров этих, ангелы пели. «Ангелы в небе Господа славят!» Вот и пели ангелы тогда «Мир на земле людям! Слава Вышней Богу!» Они восклицали, и небесные шафары звучали, земные шафары звучали точно, праздник Йом-Труа. Да, по сути, это Рождество Христово, начало месяца Тешри. В этом году начало месяца Тешри выпадает на 10 число сентября, получается, с 9 на 10 сентября. А когда Иисус родился, 3,5 года, получается, до нашей эры, это было 11 сентября, да, выпало как раз, да. Рождество Христово, ну, первое Тешри, начало Тешри, начало месяца Тешри, праздник Трубного Зова. Ну, в народе обычно, мы, в еврейской традиции нашей, мы называем этот праздник чаще всего не так. Чаще всего, ну, уже сложилась своя народная такая традиция, мы называем его головой года, или началом года, как бы, да. Это Рож-Хашана. Рож-Хашана, обычно под таким названием этот праздник мы знаем, как бы, и слышим чаще всего. Вот, но библейский он называем, да, потому что мы вот яблоки с медом любим все, да, на Новый год. Вот, гранат, рыбью голову готовим, да, я не знаю, попробую, может, в этом году приготовлю, посмотрим, как получится, вот, и рассуждаем о том, что мы должны быть головой, а не хвостом, вот. Вот, много интересных традиций, хороших, таких красивых песен звучит. Ну, наверное, слышали многие из вас, да, эти песни, такие новогодние еврейские песни? Ша-ана-то-ва, ша-ана-то-ва, ша-ана-то-ва. Вообще, мы желаем сладкого Нового года всем, вот, и это очень приятный праздник, но, конечно, вот, шафар, это один из символов этого празднества. А если брать библейский, именно библейский, то шафар главный, собственно, главный атрибут этого праздника, потому что этот праздник библейский, он называется, напоминаю, Йом-Труа, приближающийся праздник Нового года. Да, мы будем отмечать праздник Трудного Зова, Йом-Труа. Мы будем уже встречать с вами, дамы и господа, в ночь новогоднюю, я буду делать трансляцию всю ночь, вот, значит, даст Бог, с 9 на 10 сентября. Ждите вот этих прямых включений, всю ночь будем молиться, благодарить Бога, кушать, пировать, трубить в трубы шафары, аллилуйя. Ну, конечно, люди здесь будут спать, значит, но я буду так потихонечку, но буду включать тоже шафары, вот. Вот, а так через наушники слушаю, вот. Самое главное, чтобы прозвучали небесные шафары в сердце человеческом, конечно, самое основное, самое главное. Вот, и вот это такая всеношная библия, всеношная бденья, аллилуйя, всеношная бденья. С 9 на 10, получается, да. В ночь на 1 тишли. 5779 год будем встречать с вами, по милости Господней. Вот. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Да, без малого, без нескольких дней, 5779 год назад совершилось величайшее чудо. Бог создал этот мир, Бог создал человека, Бог запустил механизм временного пространства, временного измерения. Да, мы оказались заложниками временного измерения, заложниками времени. Для кого-то время это проклятие, для кого-то благословение, для кого-то это горесть, для кого-то это наслаждение. Кто-то говорит, вопит просто, остановись в мгновение А кто-то говорит, вот побыстрее бы время убить Прошло бы побыстрее бы время И как в том фильме с пультом по жизни Лишь бы все промотать побыстрее То есть люди ко времени всегда относились очень по-разному Кто-то ругает время Вот, время не щадит, говорит Кто-то надеется, что время лечит Разные отношения есть ко времени Вот, кто-то хочет побыстрее вырасти Особенно в юности, мы, да, в детстве Побыстрее вырасти А когда уже выросли Хотим остаться, как бы, значит, не стареть дальше Вот, Баба Оля, я помню Бабу Олю На своем приходе, один из первых моих приходов В 91-м году я стал священником в Рязани Вот, служил в традиционном православии Нереформатовском, не обновленческом, самым традиционным Московского патриархата Вот, канонической православной церкви Сейчас я вот епископ Неканонической такой, реформатовской Слава Богу, обновленческой православной церкви Вот, евангельского такого движения Православного епископа Значит, тогда был традиционалистом В 91-м году у меня руководили спященники И я служил в Рязани И потом в Рязанской области На одном из первых приходов Была у меня одна бабушка, прихожанка Баба Оля Она была еще, как и некоторые другие бабушки Она была с 19 века еще родом Получается, в 1800-м какого-то года Потому что в 91-м году Ей было, допустим, там Я не помню точно, там, но Ну, 96, наверное, лет То есть, ну, не 100 лет, но почти 100 лет Почти 100 лет этой бабушке было Вот А мне интересно было с этими бабушками общаться Ну, как общаться? Я больше слушал Знаете, послушал этих бабушек, допустим И как в кино сходил вообще Там все сериалы отдыхают И все кино отдыхает На этого мира Потому что такого в кино не увидишь То, что бабушки рассказывают Вообще о своей жизни О своей деревне Вообще во всем этом О пути Вот И это баба Оля Прожив почти 100 лет Представляете, она была Ну, очень плохо видела она Но хорошо все слышала И помнила все хорошо И очень там Другие бабы очень сильно уважали Вот Значит, и баба Оля мне говорила Тоже, ну, и всем там Бабам собравшимся, кто там были Вот В церкви Она говорила, что Говорит, батюшка, представляете Говорит, почти 100 лет прожила Как будто один день Как будто один день пронесся Я себя помню еще маленькой-маленькой девочкой Еще бегала здесь по селу В Сарафанику У меня там Басы были все Голодные Вот Бегала А сейчас она вот Почти 100 Тогда была почти 100 лет Ну, теперь уже, конечно, давно Уже ушла вечность Ой Вот так вот С 91 года прошло уже 27 лет уже прошло Да 27 лет назад я вот тогда Начал священствовать До того Диаконствовал Кто стал священником Вот так вот То есть Ко времени отношения Очень разные Бог мог нас Как ангелов Создать всех сразу Миллиарды Миллиарды людей И тогда Проблема, допустим Если проблема Возникла в семье Адама и Евы То тогда Эта проблема Была бы Чисто Сугубо Ихней проблемой Вот Моя хата с краю Ничего не знаю Как бы И Как в истории с ангелами От падения ангелов То те кто отпали Те отпали Как бы Кровь их на них Как говорится Вот те кто остались верными Значит Те остались верными Вот И если бы Человечество Бог создал бы Так же как ангельские миры Так же бы Он создал бы Всех сразу Скопом Вот Тогда Ну Была бы совсем другая жизнь В чем-то конечно Было бы преимущество Но Мы были бы Просто как ангелы Это гораздо ниже Человеческого достоинства Быть ангелом Это гораздо ниже Человеческого призвания И избрания Быть ангелом Ангела Бог создал Служебными духами Ну так Чтобы Нам Сейчас было Более понятно Ну как Допустим Как роботов К примеру Там тоже было свое восстание Машин будем договорить Нашелся такой Один там товарищ Вот И с ним Треть ангелов И отпала В общем-то Вот Но Ничего Бог создал нас По образу Подобию своему И он запустил Для вящей Славы своей Для Сугубой Славы своей И Славы нашей Он запустил Механизм Времени В этом пространстве В этих измерениях Он запустил Временное пространство Временное измерение Удивительно конечно То чего не было Вечности Само время Это создание Бога Это Его Творение Его шедевр Один из его Удивительнейших шедевров Сам конечно же Он вне времени Но во время Во временном пространстве Он присутствует Так же Удивительнейшим образом Уму Нашему Человеческому И ангельскому Непостижимым образом Он присутствует В этом временном пространстве Временном измерении Спасибо тебе Господь Иногда он Явно Очень сильно Проявляется Даже свой перст Опускает В это временное измерение Помните Как на Египет Все там Колдуны Волхвы Египетские Не могли Даже мошек Вызвать Сделать И когда Фараон Они на Как бы На аудиенцию Пришли Они сказали Это перст Божий То есть Бог перст Свой положил В это временное пространство Он Опустил свой палец И весь Египет Замолк Не смогли Ничего сделать Все колдуны Этого мира Против пальца Даже Бога Пальца Бога А если бы он Чуть порище Палец опустил Что бы от того Египта осталась Да и от планеты Все Честно говоря Потому что Планета наша Сегодня ученые Это очень хорошо Понимают Она очень хрупка Все очень Хрупко Держится на честном Слове Божьем слове Спасибо тебе Господь Потому что Он словом Создал все И на его слове Святом слове Держится все Аллилуйя И в этом временном Измерении Запустив Временное измерение Бог создал Памятник Своему творению Он Память о себе Оставил Для всего Человечества Чтобы все люди Во всей планете Даже те Кто Отвергает его И уходит в сторону Но время от времени Чтобы вспоминали О создателе своем Седьмой день Он Осветил этот день Отделил Его Особенно Отделил И это Было Там В раю И первый Шаббат Первая Суббота Которая О которой Мы в Библии Очень так Чуть-чуть Узнаем Загадочная Суббота Ее Бог Провел С первой Семьей Человеческой Адам И Ева Наши Прощуры Наши Про-про-про-про Много раз Про-родители Это была Удивительная Суббота Потом Конечно В жизни Адама И Ева Были Другие Субботы На протяжении Они почти Тысячу лет Прожили Друзья Уж кто-кто Они знали Что такое Шаббат Они праздновали Шаббат Безусловно Они Помнили Создателя Своего Они просто Не могли Не помнить Они не могли Забыть Бога Всемогущего И на протяжении Тысячи лет Своего Уже такого После грехопадения Бытия Они праздновали Шаббат Мы можем Лишь себе Мы можем Лишь догадываться Как проходило Это празднование У них В той первой Семье У них Рождались Дети Их было Много Ева Была здоровой Крепкой Женщиной Красивой Женщиной Она Рожала Рожала И рожала Адам Был красивым Сильным Мужчиной Рожала Рожала И рожала Эта Особенным Рожала 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 Божьей Да 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 Друзья Рожала Разные конфессии Рожала Рожала Наши Судьбы Переплетены Нитки Скручены Втрое Интересно Много Всяких Ассоциаций Много Всяких Символик В этом Но я Пока Остановлюсь На этом Вот И плод виноградной лозы Плод Виноградной лозы В данном случае Виноградный сок Вот И Я подниму бокал Налихаем Налихаем Ну за жизнь Спасибо тебе Господь Аллилуйя У меня соль Есть на столе Соль Маширах Говорил Это добрая вещь Вот И Солю Халу Баруха Та Адонай Благословен Бог наш Давшина Хлеба земли Благословен Бог наш Давши нам плод виноградной лозы Амин Шаббат шалом Ангелы Божьи все Шаббат шалом Ангелы вместе с нами Сегодня ликуют И прославляют Создателя И мы как херувимы И же херувимы Тайно образующие Аллилуйя И есть прекрасная песня Тоже как И же херувимы Только Древняя Более древняя песня Еврейская Приветствия ангелам И там поется Приходите с миром Ангелы Всевышнего Ангелы Шалом Алейхем Малахей Ашаве Малахей Ильем Мими Мелех Малхей Амлахим Акадош Бару Приходите с миром Ангелы Всевышнего И пребывайте с миром Среди нас И уходите с миром Также ангелы Всевышнего Приходите Пребывайте И уходите Всегда с миром Спасибо тебе Господь За ангельские Миры Сегодня Они закрыты Для нас Но Боже Сегодня и Растительный мир Мы не понимаем Фактически Очень плохо понимаем Животный Еще хуже понимаем Птиц небесных Тоже не понимаем Ну Да и друг друга Мало понимаем Хотя Гомо сапиенс Люди разумные Да и тебя Мало понимаем Вся история Этих Пяти тысяч Семисот Семидесяти От почти Девяти лет История Непонимания Но Господь По милости Твоей Два тысячелетия Назад Свершилось Чудо И понимание Стало Восстанавливаться То Эдемское И мы знаем Однажды Оно Действительно Свершится Спасибо тебе Господь Субботний мир Я поздравляю тебя Господь С этим С этим твоим Праздником Который ты Милостиво Сегодня Разделяешь С нами Боже Благослови Всех Братьев Сестер Наши Семьи Дома Дома Родных Ближних Во имя Иисуса Христа Бешем Иишуа Ямашиах Благослови Господь Аллилуйя Ну и Споем вместе Друзья Давайте споем Шаббат Шалом Друзья Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат 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 Шалом Субботний мир Шаббат шалом! Шаббат шалом! Субботний мир, Господний мир! Шаббат шалом! О Давину Хай, наш Отец живой, Иегова Бог Абрама, Исаака Израиля, наш Отец живой! О Давину Хай, О Давину Хай! Ам Израиль, Ам Израиль, и народ Израиля наш живой! Народ Израиля потому живой, что Ты наш Бог живой! Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль Хай! О Давину Хай, О Давину Хай! Ава, Отче, Авинум Алкейнум Шеба Шамаим! Отец наш, сущий на небесах, да скатится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас во искушение, избавь нас от лука Бога, ибо Твое есть Царство и силы и слава во веки. Аминь. О Давину Хай, О Давину Хай! Ам Израиль Хай! Ам Израил, хай! И благоставляем Израиль, благоставляем Иерушалаим, благоставляем столицу еврейского государства, город Иерусалим, благоставляем землю Израиля, благоставляем, благоставляем, благоставляем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Твои небесные шафары звучат, Господь! И в нашем сердце отклик Благодарю тебя, Господь! Приближайство праздник! Праздник трубного зова! Йом Труа! Фу, спасибо За творение Твое, Господь Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо с Тобой Спасибо, спасибо, спасибо Благословенный Бог наш, благословенный Господь Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, Господь, спасибо, 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 спасибо Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо Фу Суббота началась Спасибо, Господь, помоги всем нам пребывать сегодняшний этот день, седьмой день в Тебе Спасибо, Господь, глубже и глубже погружаться в Тебя, а Ты глубже и глубже погружайся в нас Мы пропитываемся Тобою Ты пропитываешься нами И это прекрасно Месяц этот Остается половина месяца Сегодня наступает полнолуние Но вот следующая ночь И Остается половина месяца до этого Элуль, мы называем его Элул, Элуль И С покон веков Название этого месяца Элула Воспринимается еврейским сознанием Как душой еврейский Еврейским сердцем Воспринимается как аббревиатура Таинственное указание на стих всех стихов Стих всех стихов Который в песне всех песней В книге всех книг Они Ледоди Ведоди Ли Я Принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой Мне Спасибо тебе, Господь Пусть эти дни Остающиеся дни Месяца Элуль Когда каждый день мы слушаем шафар Прислушиваемся к небесному глазу Твоему В ожидании праздника труп Таинственного праздника Нового Адама Старого Адама и Нового Адама И первого пришествия И второго пришествия Ты, Бог, во Христе примирил с собой мир Не вменяя людям преступлений и их И дал нам слово примирения Благодарю тебя, Господь Благодарю тебя, Святой Великий Бог Аминь 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 Братья и сестрички Дочечки и сыночки небесного нашего папочки Благоставляю всех вас Родные, любимые Благоставляю всех вас Во имя Иисуса Христа Во имя Сына Божьего Нашего Спасителя Господа Иешуа Машиаха И ни в коем другом нет спасения Пребывайте в нем В первую очередь пребывайте в нем Я имею уникальную возможность Уединяться с Богом, с Господом Этот день Чем я и воспользуюсь Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом, Господь Нам хорошо с тобой Спасибо, Господь Спасибо, драгоценное Спасибо За эти дни здесь В Киеве Спасибо за сегодняшний Шаббат Благостави всех Здравствуйте, сестер Шаббат Шалом Шаббат